Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые зрители! Уже совсем скоро Новый год, и мы начали уже подготовку к Новому году. Я уже показывала вам сказочные новогодние ели, а сегодня я покажу вам, как я делаю новогодние закуски. Мы потом с вами окажемся в книжном магазине, где я буду выбирать праздничный скатер для новогоднего стола. И первая моя закуска к новогоднему столу – это мухоморчики. Конечно, вы привыкли к этой закуске, которую делаете с помощью яиц и помидоров, но в этот раз мы будем использовать другие компоненты, например, мелкий сыр моцарелла и мини-мини помидорчики, а также нам потребуется шприц и майонез. Сначала мы также вырезаем серединку из помидорчиков, чтобы было удобнее ставить шляпу. Дно тарелочки украшаем зеленью, ставим моцареллу, а на моцареллу шапочки грибочков из наших помидорчиков. И посмотрите, как уже красиво у нас получилось. Мне нравится эта закуска прежде всего тем, что она более полезная. И потом ее очень удобно класть в рот. Сразу положил и там разжевал. Ну, а теперь вы видите, я взяла шприц, наполнила его майонезом и делаю такие вот кружочки, пятнышки на наших шляпках, чтобы получились у нас веселые мухоморчики. Я немножко поспешила, и у нас такие пятнышки получились не очень ровные. Но это ничего страшного. Все можно исправить. Приятного аппетита, дорогие друзья! Следующее наше блюдо – рыба, запеченная с овощами. Для этого блюда нам понадобится рыба, фасоль зеленая стручковая, цветная капуста замороженная, сметана, два яйца, чесночок, соль, перец по вкусу и другие специи, которые вы любите. И чуть-чуть молочка. Рыбу режем на мелкие кусочки и раскладываем по подносу в один ряд. Вот у меня такой стеклянный подносик. 15 минут запекаем в духовке. Сверху кладем ряд зеленой стручковой фасоли и затем также размороженную цветную капусту. Уже из двух пакетов. Сверху заливаем соусом и сметаны с молоком двумя сырыми яйцами. Перед этим, конечно, все хорошенько размешали. Добавили специи, молочный соус. Сверху посыпали любым тертым сыром и ставим в духовку на 45 минут. И вот какая красота и вкуснота у нас получились. Можно раскладывать по тарелочкам и добавлять туда овощи. Приятного аппетита, дорогие зрители! Надеюсь, вам понравится рецепт. Он очень полезный. Чудеса продолжаются. И мы в одно мгновение перенеслись в книжный магазин, в раздел подарков. Ах, сколько же здесь игрушек! Щелкунчики, домики, ёлочки на любой вкус! Какая красота! Музыка! 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 Спасибо. Ах, какие сказочные шары! Ах, какие сказочные шары! Ах, какие сказочные шары! Ах, какие сказочные шары! Благодаря тому, что они вырезаны, они кажутся объемными, живыми! Ах, какие сказочные шары! Ну а это открытка новогодняя, вся в снежинках! Это огромный книжный магазин «Молодая гвардия». Но я сюда пришла не за книжками, не за подарками, но другими! Я пришла за красивыми новогодними скатертями! И здесь, как ни удивительно, очень большой выбор этих скатертей! Вот какие только нету! Но мне вот понравилась вот эта скатерть красная! В конце концов, я купила две скатерти! Одну себе, другую в подарок! И в конце видео вы увидите их! А какой огромный выбор книг для творчества! Здесь и вышивки лентами, и крестиком, и якобинская вышивка, и вышивка гладью! Ну, я не знаю, всё-всё-всё! Бисером, поделки из полимерной глины, ну, на все вкусы! Ну, а я довольная, с новогодними покупками ухожу из магазина и направляюсь к себе домой! Вот эту скатерть я и купила! И теперь мне нужно сделать на стуле тоже такой зимний наряд! Я вам его потом обязательно покажу! Это мне в корзине игрушки новогодние, которые я купила в этом году в различных магазинах! И вот свечки, подсвечники! Одна из свечей, сова, я уже её показывала! И второй подсвечник я уже рассказывала, как сделать ёмкости! Ну, вот у меня кружка насыпает туда разного зерна, разного цвета! Ну, а вот эти вот игрушки я более близко показываю вам! Вот эта зелёная игрушка в блестящих новогодних пайетках! А эту я купила в Азбуке Вкуса! А вот эту скатерть с весёлыми игрушками, птичками и ёлками я купила для своей подруги Натальи Ивановны Ивановой! Наташенька, скоро ты её получишь! Я приеду к тебе на новую квартиру, и мы с тобой постелим её на твой стол, дорогая моя! И пока я выбирала подарки в книжном магазине, у нас намело снега! А я с вами прощаюсь, дорогие друзья, до следующего фильма! Здоровья, благополучия мои дорогие! И предпраздничного настроения! Субтитры подогнали Симон!